Продолжим разбор 24-го аета. Мы остановились на словах «фиха». «Фи» — это харф, а значит, не будет здесь рассматриваться. То же самое мы скажем про местомение «ха». Значит, мы пропускаем эти два слова. Следующее слово — это «бардан». «Бардан» — по модели «фаалун». «Бардан» — это «исмун суляциюн муджарадун». Это трехбуквенное имя, без добавления. «Сахихун сальмун» — правильное, здоровое имя. «Исмун джамидун» — непроизводное имя. «Ва» — альвау — это харф, а значит, не будет здесь рассматриваться. «Шарабан» — это имя по модели «фаалун». «Исмун суляциюн мазидун фихи харфун» — трехбуквенное имя с добавлением одной буквы «алифа». «Сахихун сальмун» — правильное, здоровое имя. Так как имеющийся в нем «алиф» не является корневой буквой. Следующие два аята — это «Илля хамима вуа гассааа джазаа вуу ифааа». Кроме кипятка и гноя, воздаянием подобающим. «Илля» — это харф, значит, мы пропускаем его. «Хамиман» — это производное имя по модели «фаалун». «Исмун суляциюн мазидун фихи харфун» — трехбуквенное имя с добавлением одной буквы «я». «Сахихун ухайрусалимин». «Сахихун» — так как его корень свободен от слабых букв. А про букву «я» мы сказали, что она добавленная. «Ва-йрусалимин» — так как это «мудлаф» — имя, у которого вторая и третья коренные буквы однородны. «Ива-айн и лам» — это буква «мим». «Ва-альвау» — это харф, поэтому мы пропускаем его. «Вас-сакун» — это имя по модели «фаалун». «Исмун суляциюн мазидун фихи харфани». Трехбуквенное имя с добавлением двух букв «алифа» и одного из двух «синов». «Сахихун сальмин» — правильное, здоровое имя. А что касается «алифа», то это добавленная буква. Также это имя не является «мудлафом», так как его два «сина» не являются второй и третьей коренными буквами. «Уллаху а'лам». Следующее слово — это первое слово 26 аэта «джазауу и фааа». «Джазаун» — это мастер глагола «джаза яджзи». «Исмун аля возни фаалу» — имя по модели «фаалун». Основой «джазаун» является «джаза юн». Мы уже подробно поговорили о подобном случае, когда «вау» и «лия», являющийся последними буквами имени, и находится после добавления буквы «алифа», мы сказали, что в этом случае «вау» и «лия» заменяются на «хамзу». Значит, в «джазаун» мы видим букву «я» на конце этого имени, и ей предшествует добавленную букву «алифа», поэтому мы ради легкости меняем «я» на «хамзу». А также, чтобы после слабой буквы «алифа» находилась здоровая буква «хамзу», а не такая же слабая буква «я». Мы подробно поговорили об этом правиле, разбирая слово «сама» в 19 аете. Основой было «самаун», «вау» поменяли на «хамзу», и в итоге у нас стало «самаун». «Джазаун» – это «исмун, суляфиюн, мазидун, фийхи, харфун» – это трехбуквенное имя с добавлением одной буквы, алифа перед последней коренной буквой. «Гойрусахихин, гойрусалимин» – неправильное, нездоровое имя, так как его «лам» – его последняя, то есть его третья коренная буква является слабой буквой «я», которую мы заменили на «хамзу». «Вайфаакан» – это тоже мастер по модели «фиалун». В дальнейшем мы, иншаллах, подробно поговорим о породе этого мастера «фиалун» – о породе «бабы фа'ала». У этой породы два мастера – это «фиалун» и «муфа'алатун», значит «вайфаакан» – это то же самое, что и «мувафа'катун». В части синтаксиса мы упомянули, что мастер здесь в значении «исмуфа'але», то есть «вайфаакан» в значении «мувафа'кан», соответствующий при части действительного залога. В то время как «бабы фа'акан» – это соответствие. Замена форы «исмуфа'але» на мастер указывает на усиление смысла, то есть воздаянием, не просто подобающим, соответствующим, а даже являющимся самим соответствием, как говорят арабы «зейдун адлюн» вместо «зейдун адлюн», когда хотят подчеркнуть или усилить этот смысл. То есть «зейд» не просто «справедливо», а «справедливость». То есть «зейд» вместо «справедливо» получается «зейд» и сама «справедливость», как будто «зейд» – ходячая «справедливость». Значит «вайфа'кан» в значении «мувафикун», «мувафикун». «Вайфа'кан» – это «исмун», «суляфиун», «мазидун», «фиихи», «харфун», «вахидун». Это трёхбуквное имя с добавлением одной буквы, то есть «эльфа» перед последней буквой. Так как его первая корневая буква – это слабая буква «вав». А что касается «эльфа», то это добавленная буква. Значит «вайфа'кан», являющийся мастером глагола «вафа'кан» – это «мифалун». Так называют глагол или имя, у которого первая корневая буква является слабой буквой. Аллаху а'дам.